здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы луди сад два денька и пригрела всего и первые весенние работы в саду ну первым делом необходимо удалить вот этих два старых куста жимолости им более 20 лет практически перестали плодоносить и завяли засохли тут уже не кусты а целые смотрите целые деревья поэтому пока не распустилась листва она первая из всех кустарников распускается нужно это все спилить потом отсюда выкопать поэтому сын сегодня помогает мне и сейчас все это дело выпилит на костер сожгем и на это место честно вам сказать жимолость сажать не буду а посажу три куста черной смородины ну или красной у меня заказаны в питомнике идут уже по почте новенькие кустики надо все обновлять ну вот этот красный смородины куст хорошо очень у нас расползся то есть был старый старый куст смородины тоже 20 летней давности и мы его весь весь спилили на пень совершенно весь позапрошлом году и вот так вот он за два года пустил новые побеги и стал опять очень большим хорошим кустом вижу что плодушки есть вот они плодушки и уже будут ягоды а вот этот куст точно такой же видите спилили до конца но его постоянно этот куст стеклянница достает ну вот прям просто бесполезно ветку за веткой всем весь молодой прирост течение лета все равно весь вырезала на пень и ну вот видите как получается вроде вот хорошая ветка вот с плодушками вся вот даст конечно смородину но придется его выкорчивать выкинуть и сюда посадить новый и землю даже чем-то облить есть вот такие новые росточки точек хорошие у меня смородина вот старинный сорт вкусная даже можно сказать сладкая вот сливы я просто сейчас обхожу сама как мороз свои воды и думаю пора ли опрыскивать весной сад как правило я опрыскиваю сад от вредителей болезней когда есть зеленый конус то есть вот такие почечки вот наклюнулись вот тоже старый куст смородины в этом году он от плодоносит не хочется сейчас весной его вырубать а осенью пойдет все уже под корень и сейчас бы хорошо опрыскать смородину но два дня тепла потом опять идут достаточно холодные погоды всего 23 градуса днем и морозные и заморозки ночью поэтому думаю что не эффективно еще потерплю вот вишни хорошо все перезимовала естественно а вот эту басмородину вот прямо надо надо потому что здесь уже не то что зеленый конус здесь вот так вот начинают распускаться здесь два куста смородины очень очень больших и тоже разная вишня ведет себя по-разному если на одной почке еще не открыто то на другой вот уже начинают прямо лопаться и здесь молодые кусты смородины белорусской сладкой тоже вот начинают распускаться у меня все замульчировано листвой и всякой сушеной травой чтобы сейчас и вредители из почвы не могли вылезать вот и вредить но и в качестве такой мульчи и перегнои вот так здесь тоже смородина все хорошо здесь более солнечное место красная смородина вот совсем еще спит спит тоже молодой куст и три куста смородины которая называется добрыня в описании очень очень крупная смородина по факту или пересорт но у нас даже с биркой есть питомника он на бирке там написано добрыня или пересорт или что но смородина совсем даже и не крупная вот так бы я сказала и позднего срока созревания что не сочетается с описанием этой смородины в этом году яблоневый год должен быть вот они плодушечки яблоневые почечки с цветочками и будущими плодами видите все наши яблони все через год плодоносит посажены в разные сроки разного разные они по годам даже но вот так год густо год пусто так что в этом году яблони должны дать урожай вот никакое синее небо видите ни одного облачка но это не долго это не долго и опять уже будут похолодание сегодня большое дело хочу начать обрезать клубнику зимой вам показывала как великолепно выглядела клубника зеленая просто чуть ли в рост не двигалась а сейчас вот такое уже зрелище все листики все скукожились надо срочно обрезать потому что везде в клубнике есть чеснок и вот он начнет сейчас вылезать из земли я его могу повредить буду обрезку делать ножницами вот такими электрическими в том году я вам показала покупала себе длинные ножницы для обрезки и вот такие в комплекте вот попробовала и сейчас мне сегодня два помощника два помощника вот какие мне сегодня помощники идут вы что будете делать а у меня сегодня оператор вот это мне повезло а ты что будешь делать что ты будешь делать одета по крестьянски наша крестьянская девушка потому что мы гуляем и везде лезем нам все интересно земля грязь поэтому такие крестьянские дети сегодня давай темочка будешь держать а бабушка покажет как будет обрезать вот сейчас артем у меня оператор вот этими ножницами очень классно смотрите конечно беречь руки вот так вот так вот так и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и два куста ликвидированы До конца они стали срезать, чтобы потом при выкопке было за что тянуть То есть корневая за 20 лет здесь наверное огромная Вот такое большое место Как раз на три куста Там у меня это белая смородина и два крыжовника Какая-то бумага налетела Вот надо все здесь чищать, убирать Ну и вот света и солнца хоть побольше стало Ну и я работу свою выполнила Всего за 40 минут 4 больших грядки Вот этим приспособлением Великолепно Рука конечно немножко устала Ну потому что постоянно надо держать на кнопку Потом я приноровилась и вообще куст не держала рукой Просто вот так около куста Этими ножницами Молодцы ножницы, помогли мне Ну и теперь буду сейчас собирать этот лист Хотела сразу сложить в костер на пашню Но думаю, что ветер это все разнесет Поэтому сейчас в корыто и в мешок это все затолкаю А потом, когда разожжем костер, тогда и сожгем Ну и буду подметать Ну вот такую чистоту навела я и порядок Вот эта грядка очень плохо сохранился Вот этот материал черный спонбонд Вот это и рядом грядка Они были вместе сделаны Те грядки на год позже Почему эта грядка вся разорвалась, непонятно Вот, ну снимать не буду Тем более, что в этом году, наверное, последний раз Ну посмотрю, как будет плодоносить То есть вот такой порядок Теперь надо дождаться дождичка бы хорошего И подкормить клубнику Буду подкормить, наверное, гумиоми У меня еще там есть удобрение В каждую луночку по чуть-чуть класть удобрение Но надо бы подождать дождичка, чтобы почва была влажная